Мы же тоже люди, мы хотим получить свою зарплату. Свою зарплату они не видели почти два года. С февраля 2017-го рабочим предприятием «Саратовский завод стройматериалов» задолжали более 42 миллионов рублей. Среди тех, кто все еще надеется получить свои деньги – Татьяна Зеленова. Женщина проработала на производстве 21 год. Говорит, до этого подобных проблем не случалось. Уже руки опускаются, не знаешь, кому идти. Потому что все только обещают. Подождите, подождите. Вот нам обещали сначально, что в августе обязательно завод продадут. Вам выплатят, вам погасит зарплату. Ну, очень тяжело. Люди уже готовы выйти, перекрыть дорогу. И это, скорее всего, случится, если в ближайшее время нам не выплатят зарплату. Сейчас завод находится на стадии банкротства. Предприятия пытаются продать с помощью открытых торгов. Кредиторы уверяют, что покупатели есть и дешевле 100 миллионов рублей завод не продадут. За счет этих средств и планируют выплатить долг людям. Торги, понятие, какую сумму предложат. Но, тем не менее, и в этом случае законодатель четко установил и определил рамки поведения. Вне зависимости от того, как это будет продолжаться, какой вариант и так далее, после реализации имущества задолженный в позоропном плате будет погашено в полном объеме. Спасти завод и сохранить рабочие места пытались. В частности, в Министерстве промышленности и энергетики неоднократно принимали различные меры. Ведь, как уверяет заместитель министра, их главная задача – сохранить производство. Министерство решало вопросы, связанные с обеспечением энергетическими ресурсами, в частности газа, для того, чтобы возобновлена была деятельность предприятия. Министерство работало и взаимодействовало с строительными компаниями с целью проработки вопроса увеличения производства, загрузки за счет поставки продукции. По словам кредиторов, говорить о том, когда именно выплатят деньги людям, пока рано. Известно, это станет лишь после продажи завода. Но погасить долг перед рабочими обещают к концу этого года. В прокуратуре проблему взяли на особый контроль. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24.